Первая и самая главная причина конфликтов – это шум. Именно из-за шума происходит около трети всех разногласий между соседями. Установлено, что нельзя ремонтные работы и громко музыку включать с 10 часов до 8 утра. И в выходные и праздничные дни круглосуточно нельзя шуметь и проводить ремонтные работы. Ремонтные работы также можно проводить в квартире или в доме. Праздничные выходные только по согласованию с соседями, которым это будет мешать или не будет мешать. В общем, дадут согласие на это. У нас есть кодекс об административных правонарушениях, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение этих правил. Статья 150 рассматривает эти споры, жалобы по данным нарушениям административным комиссия административная в исполкоме. Если с соседями договориться не удалось, приходите домой и набирайте 102. По приезду милиция составит протокол и передаст его в исполком. Комиссия рассмотрит дело и примет решение по мере пресечения. А вот порядка 10% конфликтов между соседями происходит из-за животных. Есть определенный перечень животных, которых, например, содержать в квартире нельзя. Вообще установлено на всех животных запрещено их содержать. Но если вы выполните все санитарные нормы, а именно проведете все прививки, будете выгуливать из своего жилья, например, по лесной площадке, ту же собаку в наморднике и с ошейником, то, в принципе, вы не нарушаете ничего, если она у вас находится дома и другим соседям не вредит. Если это создает какие-то неблагоприятные условия для окружающих, то, естественно, опять же, эти окружающие, которые недовольны этим, пишут жалобу. Это то же самое нарушение этих правил, та же самая статья. Есть там и другие тоже статьи, но там больше ущерб, который причиняется этим всем. Есть еще нарушение санитарных норм, она тоже влечет административную ответственность, но это если загрязняется. С этой проблемой также обращаемся в исполком, пишем жалобы и ждем реакции от комиссии. А еще часто соседи жалуются на загромождение лестничной площадки, велосипедами и детскими колясками. Найдется ли решение и этого вопроса? В жилищном кодексе по поводу этого тоже прописано, что нельзя загромождать места общественного пользования. Но есть исключения, конечно, по согласованию с другими соседями, которым это может не мешать. Например, тамбур, он общественного пользования, но ограниченного количества людей. А значит, если вы в тамбуре договоритесь со своими соседями, у вас будут установлены определенные правила, то нарушением это уже, естественно, считаться не будет. Никакая комиссия тут уже ни к чему не придерется. Чтобы научиться мирно сосуществовать со своими соседями, в первую очередь стоит подумать о том, что вокруг нас живут люди с другим мировоззрением, привычками и принципами. И чтобы сохранить нормальные соседские отношения, нужно уметь искать компромисс и принимать людей такими, какие они есть. Ребята, давайте жить дружно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова